Всем привет! Вы на канале Удивительная Планета и сегодня мы поговорим с вами о национальном парке Редвуд. Национальный парк Редвуд находится на севере Калифорнии. Чтобы его создать, были объединены три больших заповедника. Новый парк должен спасти от вымирания последних войн и дождевой лес с его древними гигантскими красными деревьями. Парк Редвуд покрыт древними лесами Сиквои и Махагани. Эти деревья являются одной из самых высоких и массивных пород деревьев на земле. Кроме лесов красного дерева, парки сохраняют коренные флору и фауну, пастбище прерий, культурные ресурсы, части рек и ручьев, а также 60 километров нетронутой береговой линии. Береговой подвид Махагани и его родственница гигантская Сиквоя относятся к одному семейству кипарисовых. Они также называются красным деревом за характерный оттенок древесины. Деревья из семейства кипарисовых доминировали на нашей планете 250 миллионов лет назад, когда они покрывали почти всю сушу. Однако изменение климата резко сократило некогда необозримые леса. Во влажном климате северо-западного побережья Тихого океана монокультурные красные деревья были когда-то обычным зрелищем. Эти гиганты могут жить до 2000 лет, достигая высоты до 100 метров. Такое долголетие обеспечивает уникальные вещества, предохраняющие их древесину от плесени, гниения и жучка, и делающие ее столь ценной в глазах промышленников. Самая высокая Сиквоя в Национальном парке Редвуд получила имя гигант стратосферы. Оно как нельзя лучше подходит дереву высотой 113 метров и диаметром ствола 6 метров. Этому дереву на данный момент самому высокому на планете исполнилось около 600 лет. Имея в виду, что Сиквои живут до 2000 лет, остается лишь гадать, какой высоты достигнет гигант к своей старости. Именно парку Редвуд обязана своим ландшафтом планета Эндор и Звездных войн. Здесь проходила значительная часть съемок заключительного эпизода. К моменту образования парка уже 90% махагони исчезли с лица американского континента. В наши дни зона, в которой еще растут дождевые гиганты, сократилась до узкой береговой полосы от границ Орегона до Центральной Калифорнии. На побережье Тихого океана еще можно обнаружить отдельные экземпляры Сиквои и махагони. Но разрушение их природной среды обитания и бесконтрольная вырубка зашли слишком далеко. Первая волна эмиграции в Северную Калифорнию случилась в 1848 году. С началом золотой лихорадки, следом за старателями и прочими любителями легкой наживы, сюда пришли и лесоперерабатывающие компании. Они не тратили времени даром и приступили к систематической вырубке гигантских деревьев со всей возможной скоростью. Спрос на их продукцию не по дням, а по часам. К 1965 году Красные леса занимали лишь 15% от принадлежавшей им некогда территории. Только в 1968 году правительство США сумело отвоевать 430 квадратных километров, учредив там национальный парк. Это составляло только одну треть от той территории площадью 1200 квадратных километров, на которой все еще можно было найти деревья Махагони. В районах за границами заповедной зоны вырубка шла такими же катастрофическими темпами. Национальный парк достиг своей нынешней площади в 1994 году, когда три отдельные территории, находившиеся под правительственной охраной были слиты воедино. И все же почти половина из известных на нынешний день Красных лесов осталась без защиты.